Говорит о том, что человек удивительное существо, он вечером создает постулат, а утром становится следствием этого постулата. Например, проходя мимо в своем гараже машины, стоящей на домкрате, говорит, этот домкрат очень опасен, и машина слетит с этого домкрата и может как будто ударить по даге. Утром как раз она ему и бьет по даге. То есть вот так, чем действует, живет он. Хотелось бы поговорить немножко еще об одном состоянии человека. Еще. Это состояние человека называется «я чувствую». Ощущаю, чувствую, предочувствую, предочувствую. Интуиция. Ребята, в большинстве случаев мы имеем дело со сбоем в системе автоматизма человеческого тела. Не более у этого года. Очень просто проверить, очень просто проверить, как на самом деле обстоят дела. Делается это так. Вы задаете один вопрос человеку и оставляете его с этим вопросом наедине. Выглядит вопрос так. Когда вы последний раз предочувствовали, что в понедельник утром получите миллион долларов? И он вам скажет «никогда не предчувствовал». То есть предчувствует он что? Только гадости всякие. Соответственно, что? Это страх. Страх порожден чем? Неспособностью справляться с задачами, отсутствием инструментария и прочими-прочими вещами. Еще один пример приведу. Вам станет сразу же все понятно. Я рассказывал этот пример многократно. Теперь расскажу его что. Еще разочек. Одна женщина в Киеве меня спросила. Олег Викторович, вы знаете, что будет завтра? Я сказал «знаю». Она мне сказала «а мне скажете?» Я сказал «не скажу». В том-то и смысл, чтобы не знать, что будет завтра. А обладать таким инструментарием, который позволил бы тебе не думать о том, что будет завтра. А быть уверенным, что бы завтра не было, ты все равно справишься с тем, что будет. Понятно, да? Надо работать в плоскости своего влияния, а не в плоскости влияния Вселенной, Бога и так далее и тому подобное. Надо собой заниматься, а не всеми вокруг. Понятно, да? Вы должны располагать таким инструментарием, чтобы вы не задумывались, что будет завтра. Чтобы вы знали, попади вы в любую ситуацию, вы перейдете от задачи класса выживания к задачи класса управления, повышите уровень решения задачи, справитесь с любой поставленной задачей, с любой реализацией. Понятно, да? Тогда исчезнет вот этот сбой в системе автоматизмов человеческого тела, который называется повышенная тревожность. Понятно? Это обычно женщины страдают. И интуиция. Ребята, дословно слово интуиция означает состояние абсолютного знания. Это очень высоко. Средний статистический человек даже себе не может представить, что это такое. Поэтому никакой интуиции у них что-то. Нет, запомните раз и навсегда. У них что? Кино, а не интуиция. Кинофильм. Стивен Спилберг. Как возникает кино, вам расскажет любая женщина. Как она его крутит по вечерам и так далее и тому подобное. Можете подойти к любому женщину, расскажет, как она берет от грусти тихой проблему, создает ее, залазит в эту проблему и начинает в ней жить. Я уже рассказывал многократно ситуацию, когда у меня была ситуация, когда пришла женщина, попросила моих коллег помочь разобраться в вопросе, изменяет ли ее муж ей. Я этим вопросами не занимаюсь. Поручил этот вопрос дочерней компании, детективной, которая занималась этим вопросом. Когда те выяснили и установили, что ее муж ей не может изменять по определению, он болен, достаточно продолжительный промежуток времени, и этого есть медицинские документы. Но ей об этом не сказали, просто сказали, вы же просили ответить на вопрос, изменяет или не изменяет. Сказали, не изменяет. Она накинулась на директора компании приблизительно с таким возгласом. КАК он мне не изменяет. Ну вот ей сказали, никак. Она сказала, вы шарлатаны, мошенники, вы меня обманываете. Ну, пришлось положить документы медицинские. Она заплакала в кабинете бедному, несчастному мужу. Он от меня скрывал три года, что он болен, что он не может меня изменять, а я-то себя накручиваю и так далее. Вот такая вот ситуация. Это как нужно, извини за выражение, любить свою жену или любить своего мужа, чтобы скрывать от жены или мужа все свои, так сказать, проблемы, чтобы она ходила детективов назад. Это, короче, семейка Адамсов такая вот. Поэтому, пожалуйста, я вам рассказываю банальные вещи, которые банально происходят каждый день на планете Земля. Таких вещей куча происходит. Очень болезненно реагируют они все на эти вещи. Ну, вы еще помните, да, у нас есть мужчины и женщины. У женщины свои приколы, у мужчин свои приколы, да. Я же сказал, женщины хотят знать, а мужчины все и всех иметь. И, как бы, женщина, это, по сути, воплощение зоны неизвестной, а у мужчины, по сути, воплощение неизвестной двигательной задачи. Я думаю, как бы, ну, по сути, воплощение.